Буэнос Диас, амигос! Сегодня у нас будет разбор, обзор, обзол, обзол гитары Фрамус. Сразу говорю, что Фрамус, что Варвик, это вообще абсолютно одно и то же, там достаточно сложная история. В 46-м году Фрамус образовался, потом в 75-м году они развалились, в 95-м, что-то у них пятерочками прям работает, в 65-м, в 95-м, как в Феникс. И говорят, что к истории Фрамуса причастен Сталин. Иосиф Виссарионович. Да, злые языки. Джугашвили. Ну и в 95-м они опять восстали из пепла, там, сын первого основателя, насколько я знаю, но это как бы не такая уж и важная информация. Ну и, собственно говоря, возродился такой Кварвик, поэтому что Фрамус, что Варвик одно и то же. Полное название гитары будет где-нибудь. Куда мы это воткнем? Ну и на такой гитаре в свое время лобал сам величайший и ужасный Джон Ли. Интересно, вот эту песню он на ней мочил, которая там... Это, кстати, не бардовская песня, запомните. Здесь два аккорда, но это Джон Леннон, это не какой-нибудь там Юрка Шевчук, это Джонни, да еще и Леннон. Какая разве это бардовщина, два аккорда сидел там на гитаре лобал? Историческая справочка. Тут Егор Трофимов выпустил альбом, причем он находится в бесплатном доступе, его можно зайти, послушать и скачать. Ссылочка на него будет в описании. Кто такой Егор Трофимов? Это человек, который уходит романсы, всякие там рок-н-ролльные песенки и прочее-прочее. В общем, щупает море жанров и скоро у нас с ним выйдет кавер на песню группы Сектор Газа. Туман, Вася. Да ладно. Поэтому ссылочка в описании, заходим на его каналчик, смотрим, наслаждаемся, скачиваем альбомчик абсолютно бесплатно. Еще и в закрепленном комментарии оставлю, потому что многие не знают, что такое описание. Все, едем дальше. Теперь, собственно говоря, к самой гитаре. С чего мы начнем? У нас гриф, обечайка и, собственно говоря, задняя дека выполнены из чего? Из махагонии. Ну, вообще, нужно как бы знать, что обозначают вот эти буковки, которые находятся вон там в глубине и у вас на экране. Понятное дело, что буква F это у нас там Фрамус, J это Джамбо. Кстати, Джамбо достаточно забавный случай. Вообще, как это стало называться? Это типа великан от знаменитого циркового слона, который был громадный. И вот от него это все дело и пошло. А, подожди, да мультик же какой-то есть в Джамбе, да? Это слон? Нет, я просто мультики не смотрю. Напишите в комментариях, Джамбо это слон или нет. Ну и Джамбо это у нее вот большой корпус, собственно говоря, вот эти округлые линии обвода. И любят очень сильно такие гитары, контрюшники будут записываться на ней. Только контрюшники. Исключительно. Они будут там что-нибудь... А, подожди, про что они поют обычно? Ну, будут петь типа... Будете как бы знать, что в махагоне это обечайка, нижняя дека, это гриф. В общем, основа гитары из этого дерева. Типа красное дерево считается один из таких подвидов. Но это не то самое красное дерево, которое действительно... Настоящие там, наверное, гитары, если у вас будет из красного дерева... Но если что-то будет из красного дерева, то там, блин, эта гитара стоит, наверное, меньше, чем опилки того самого красного дерева. Потому что там от 2-3 тысяч долларов начинаются гитары. А это как бы махагоне типа красноватый цвет, там плотненькое дерево, все дела, там тропические виды, их достаточно много. Поэтому вроде как бы и хорошо, а вроде как бы и вообще всем плевать. Ну, махагоне, ничего, я взял, у меня какая разница, какой-то там гриф и какое-что. А, кстати, дерево махагоне дает неплохой сустейн. Что такое сустейн, надо людям объяснить. Сустейн. Звук, который продолжается, вот это вот все идет, идет, это и есть тот самый сустейн. А то, кстати, многие спрашивают, что это такое. Ну вот, теперь узнали. Накладка. Это индийский палисандр. Здесь все по классике, потому что плотное, твердое дерево, все дела. И, наверное, процентов 90 гитар вообще, которые производятся, у них накладки из палисандра. Есть тоже из махагоне, есть там из красного дерева, из какой-нибудь еще ерунды. Но палисандра много, он плотный, твердый, поэтому самое то для накладки грифа. Здесь порожки, что верхний, что нижний, из кости сделан. Не знаешь еще, из моей? Видимо, да. Отпилили полруки. Отпилили полруки и поставили сюда. Дело в том, что когда здесь кость, это очень хорошо, а не пластик. Потому что пластик быстро накрывается, потом человек идет за 15 рублей, покупает себе, допустим, там нижний порожек, да, он у него накрывается через неделю. Ну, как говорится, скупой платит дважды, а идиот платит вообще всю свою жизнь. Поэтому можно, да. Ну, если у вас накрылся какой-то из порожков, купите из, блин, обычной этой кости. Ну, блин, 250 рублей там, допустим, 500 рублей. Зато вы поменяли и забыли, чем ходить по 15 рублей и постоянно вот этой ерундой заниматься. Ну, и, собственно говоря, верхняя дека. Это у нас ситхинская ель. Месть ситхов. Эпизод какой-то там, не помню. Ну, грубо говоря, я, например, ну, потому что я косорукий, я не люблю елки. Будь то ситхинская, будь то джедайская там ель, какая хочешь. Мне не нравится, потому что... Брянская. Брянская, да. Ну, такое, потому что когда косорукий, и елка, она, ну, яркая, она более звонкая. И вот все лажи, даже миллиметровые, они сразу как бы вот на поверхности. А когда ты берешь кедр, он такой все-таки обволакивающий звук, более глубокий, все дела. И ты там что-то где-то слажал дэшечку, ну, и вроде как бы все и покрылось. Ну, грубо говоря, вот так. Ну, я это я, вы это вы, поэтому решать вам, может, вы любите более яркий звук, потому что, ну, кедр, он не даст такого яркого звука, как дает ель. Можно, конечно, купить гитару из красной ели. Вот с той бы ели я бы, конечно, купил. Но она настолько редкая, что, блин, цены там тоже запредельные и крайне кусачие. Давай эту покрасим. Можем эту, да, и будет у нас как бы красная ель. Ну, а так, что у нас здесь? Инкрустации, все дела, это понятно. Здесь стоят 12-е струны. В общем, производитель нам сразу намекает, что раз они здесь стоят, это, получается, струны из магазина, чисто демонстрационные какие-то. Я даже не знаю, что здесь может стоять. Ну, какие-нибудь, ну, дедаревы стоят или что-нибудь подобное. Раз стоят 12-е, то это говорит о том, что будешь ставить калибр тоньше, будет звонче. Чем тоньше, тем больше будет вот такой колокольни. С 12-ми, я вам скажу, блин, палец неплохо напрягается. Причем один, остальные не напрягаются. И не на руке еще пальцы напрягаются, а палец. А так, да, покрутить анкер, подогнать, конечно, будет проще, но... Мне кажется, что если 11-е струны сюда поставить, ничего такого страшного не будет. А если уже десяточка, тогда, наверное, такая колокольня будет. Все-таки это елка, и раз 12-е здесь стоит, значит, все-таки нам не просто так намекают на все эти дела. Сейчас мы, в общем, поиграем все это дело, и уже посмотрим, как, что и с чем едят вам выбирать. Стоит она в районе 30 тысяч. Можно где-то найти чуть подешевле, где-то чуть подороже. Ну, плюс-минус. Электроники здесь нет, просто вот гитара, допустим, сидеть дома, в студии и так далее. Вот сейчас что-нибудь балабаем, и вы уже сами себе выведите формулу. Клево это или нет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok